Без цвета и воды, без дорог, подъездных путей, а некоторые без крыши. Чудные в кавычках выходные выдались в области. Снежный буран создал в регионе настоящую катастрофу. В усиленном режиме работали коммунальщики, но редкий житель был свидетелем их деятельности. О коллапсе по-уральски наш следующий материал. На календаре конец декабря. Чем это время примещает на для уральцев? Естественно, ожиданием новогодних праздников, но есть и минусы. Например, вот такой вот слой снега. Обратите внимание, сантиметров 20, не меньше. Это вот то, что выпало буквально за выходные. Чем еще примечательно? В некоторых микрорайонах города отсутствовала вода и освещение. Эти проблемы устранялись. Ну а самое страшное произошло здесь, в четвертом микрорайоне. Обратите внимание, позади меня крыша. Вот здесь крыша. Это крыша дома номер 30 в четвертом микрорайоне. Ее снесло буквально вчера. Это еще хорошо, что крышу сорвало ночью, и под окнами никто не ходил. Пострадавших, к счастью, нет. Исключением разве что самих жильцов, у кого-то, например, летящими фрагментами снесло кондиционер, а жители крайнего этажа так вообще остались без крыши над головой в самом прямом смысле этого слова. Такар Матгазизов как раз проводил вечер с семьей, когда внезапно за окном послышался немыслимый грохот. Послышался такой грохот, конечно, сразу посмотрел в окно и вот увидел, что вся наша крыша слетела. Конечно, наделся, выбежал, думаю, как бы кого не накрыло, кто-нибудь не пострадал бы. Но, к счастью, никто не пострадал. Вызвали ЧАЭС, они все приехали, спасатели. Они натянули ленты, поднялись наверх. Вот, то, что посмотрели опасность обрушения, то, что еще может быть, вот они что-то там устранили. Вот, ну и обещали, что приедет комиссия, что приедет Сакимата, ЖКХ, люди будут это все рассматриваться. Дом с упавшей крышей ныне опоясан предупреждающей лентой. Однако люди все равно проходят через опасную зону. На заседании в Акимате обещали с этим разобраться, упомянув также и то, что здание не входит ни в КСК, ни в ОСИ, ни в ПТ. В 2016-м жильцы собственными силами восстановили крышу, однако спустя пять лет вся эта махина площадью в 250 квадратов оказалась на земле. Между тем, в городском Акимате обещали крышу восстановить. Средства выделят из резерва ЧАЭС. Впрочем, помимо проблемы конкретного дома, от порывов ветра до 25 метров в секунду пострадал весь Уральск. За полтора дня, по оценкам экспертов, осадков выпала на секундочку месячная норма. Убирали ли снег? По словам руководителя отдела ЖКХ, все выходные, да и сегодня тоже, коммунальные службы работают в усиленном режиме. В частности, только в понедельник на линию вышли 250 человек и 150 единиц техники. Сугробы возле остановок, возле магазинов, даже рядом с вашим домом едва ли скажут об эффективной работе. Однако проблемы в данной сфере имеются. Работать некому. Отмечает Жандос Дюсингалиев. Всегда готовим технику. Мы не смотрим на эти прогнозы, каждые прогнозы смотрим, но мы как бы всегда наготовим. Наш спецтехник всегда наготовим. Но я, как уже говорил, привлечен технику у нас имеется. То есть мы обязательно бортовые техники, погрузчики, автоградера всегда привлекаем. Соответственно, им платим. В аренду то есть берем. Это у строителей компании берем, у дорожной компании берем. Ну, вы знаете, они сейчас зимой, они в основном отдыхают. Проблемы с водителем. У нас есть некоторые новые техники, которые просто стоят. Например, луноход, они очень нам нужны на улице, но у нас водители как бы очень большая сменимость. Приходят, неделю работают, уходят. Когда началась метель, дороги во всех направлениях из города, и, соответственно, в него немедленно перекрыли. Однако из снежного плена все-таки пришлось спасателям жителей извлекать. Так, в Бурлинском районе застряли два автомобиля, в которых было семь человек, в том числе двое детей. На данный момент ситуация по дорогам постепенно нормализуется. На данный момент дороги по всем направлениям открыты. По городу, области ведутся снегоборочные работы коммунальными службами. Департамент по чревесечным ситуациям просит жителей города и области при ухудшении погодных условий не выезжать без личных надобностей на трассу, следить за информацией, соблюдать меры безопасности. Не выдержали непогоду и коммунальные сети. К примеру, в ряде районов области отсутствовала вода и электричество. Сбой устраняли и, по словам специалистов, делали это, насколько возможно, оперативно. Однако коллапса все же избежать не удалось. Алексей Кочемасов, Ербол Мендыгалиев, Айдос Кисимов, телеканал Акжаик.